Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров. Второй день соревнований AirSync Masters, и мы с вами отправляемся в небольшой обзор. Первый день, как я жаловался вам, был не таким кровопролитным, ну а второй день оказался еще менее кровопролитным. Тем не менее, есть что посмотреть, и, как говорится, есть что показать. Итак, мы также отмечали, что Магнус Карлсон не выигрывает, и вот начал он как раз-таки день победы над Даниилом Дубловым. Ну и, в общем-то, вот такой вот вариант был разыгран у них в партии. Да, они постоянно играют вариант черными по стопам Гельфанда. Но периодически возникают какие-то слишком простые позиции, где необходимо решать какие-то минимальные трудности. И вот, посмотрите, какой интересный ход в дебюте Магнус предлагает. Дубову. Ход Б4, ход в стиле Дубова. Как раз-таки какой-то творческий ход, стратегический ход. Основная идея его в том, что после ЦБ, ну, принимать, конечно, жертву необходимо. Ну и после ЦБ просто следует ход А3. Ну, позиция близка к равенству, однако есть некоторые трудности. В каком формате, какого формата эти трудности. Ну, это, как я уже сказал, стратегические трудности. То есть, это поля, это черные поля прежде всего. Ну и, в общем, как-то так. Давайте посмотрим, как Даня решил позицию подровнять. Пошел он на Д4. Ход, в принципе, возможный. Можно было, конечно, и брать на А3. Но в этом случае белые, наверное, после хода слона А3, создавали угрозу пешке Д5. Итак, ну, как, так или иначе, было сыграно на Д4. АБ, слон Б7. Ну, тоже, в общем-то, разумно. Черные ставят, делают ставку на динамику. Ну и Маргус здесь закончил развитие. Конь Д2, опять все поменялось. Вроде бы, казалось бы, что здесь может быть. Однако, давайте посмотрим, что же произошло дальше. Конь Ф5. Позиция пока не выходит за рамки равенства. У черных полная компенсация. Ну, может быть, здесь как-то черные должны были как-то похитрее сыграть. Может быть, какой-то ход ФБ4 был. Вот. Но ФД5, слон Б2. Вот как-то белые немножко расставились. Пешка все-таки лишняя. Однако, в общем-то, у черных тоже сильные фигуры. Мы видим, что и слон на А6. Слон на Б7. Ферзь хорошо централизован. Ну и подошла ладья, в общем-то, для того, чтобы партию уже перевести. Окончательно в равное русло. Ну и вот, после ФД3 возник такой темшпель, который неожиданно Даня проиграл. Давайте посмотрим, как это было. К4, в принципе, тоже не обязательно было бить наверняка. Можно было пока повременить с этим. Пойти ладья Б3. Ну, так или иначе, решил вот он таким вот образом эту позицию держать. Ну, а Магнус, известный катал, он умеет раскатывать такие позиции, что даже в голову порой не приходит. Ну, вот, и вот здесь вот спустя много-много ходов, в общем-то, он умудрился поставить какие-то минимальные траблы. И в какой-то момент вот такая вот ситуация возникла, где он сел на Ж5. И Даня ответил КНФ3 в надежде на то, что будет сейчас вечный шаг, вот эта вот стандартная конструкция. А так, посылал ходу Ж6 и выяснил, что конструкции-то, в общем-то, и нет. После хода ЛА3 все как-то успевает в нужное время, в нужный момент прийти в движение. Выяснилось, что КНХ2, КЕ1 и ЛАДД6 уже не работают. Белый имеет две лишние пешки, плюс еще и КНХ2 слишком далеко залез. Ну, и, в общем, здесь Магнус проявил свои лучшие качества. Здесь последовала сдача вот так вот на ровном месте, как обычно в стиле Магнуса партия завершилась. Немножко беспечно, да, не играл ту партию объективно. Думал, что можно и так, и сяк сделать нечего. Но я думаю, что был близок объективно, но чуть более внимательности, наверное, стоило добавить. Но, как я уже сказал, в этот день играло только три человека. Я так и шучу, конечно, играли они, как я напомню, 12 человек играет по кругу. И сегодня, точнее вчера, именно ребята задавали тон. И следующую партию уже посмотрим Аниша Гирю. Аниш Гирю против Пентел и Хари Кришны. Прекрасная партия. Значит, была разыграна славянская защита. Миранский вариант, который злободневным считается славянским. И вариант Звягинцева. Вариант Звягинцева связан с ходом слона Д6. Ранний ход слона Д6. Ну, а помимо хода слона Д6, черных масса других продолжений. Это и А6, и слон Б7, и Б4. Ну, слон Д6 по праву, в принципе, такую хорошую репутацию имеет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что предложил Аниш. Аниш у нас известный теоретик. Как-то он пошел в Ферзь С2, провел Е4, Е5. И вот после стандартных, в общем-то, выходов, неожиданно рокировался в длинную сторону. Это, конечно, шок. Потому что обычно в таких позициях, ну, как сказать, белые автоматом практически рокируют в короткую. А здесь, в общем-то, вот такая вот свежая идея. Ну, Пентел решил от него не отставать. Аниша сделал пока ход А6 с идеей С5. Ну, проблема в ходе С5, безусловно, присутствовала. И ходом Король Б1 Аниш пока, так сказать, начал заряжать. И Пентел сделал также длинную рокировку. Очень остроумно, хотя, конечно, ход подозрительный. Конечно, может быть, стоило сделать короткую рокировку. Или, может быть, все-таки принципиально съесть на Д4. Во всяком случае, длинная рокировка оказалась крайне опасной. И после хода Ладея Ф1. Такой тоже заманчивый, интересный ход. Загадочный, можно даже сказать. Но идея его в том, что потом Белый готовит перебитие на Е5 и ход Ф4. Очень глубокий ход Ладея Ф1. Очевидно, что позиции для Аниша Гири были знакомыми. Ну, а вот Пентел играл, в общем-то, похоже, что с чистого листа. Играет А6, слон уходит, Ж5, слон Ж3. И вроде бы все правильно, однако, давайте посмотрим, что произошло. Итак, он пошел С5. Позиция, вроде как, совсем обострилась. Но последовало следующее. Де, конь Е5 и удар на Б5. Вот такой вот прилетел Швиндель со стороны. Ну, и, в общем, что здесь было дальше. Принял он, естественно, жертву. Потому что в любом другом случае просто без пешки и плохая позиция. Последовало еще Ладея Д6. Очень красиво. Очень красиво. Выясняется, что проблема у черных выше крыши. Ну, вот, несмотря на лишнее качество, черный король тоже не в самом лучшем положении. И блестящий ход короля А1. Я отмечу глубину замысла гири. То есть, он убирает короля из-под возможных ударов на Е4. Прекрасный ход короля А1. Я думаю, что этот ход, конечно, сделает при на коротком контроле. Но это колоссальное достижение. Итак, ну, попытался Пентела тут какую-то идею найти. Но после хода Ладея Ц1, Слон Е4, Б3. Выяснилось, что слишком много фигур висит. И не успевает здесь координацию, в общем-то, наладить Пентела. В итоге вот такая вот занимательная позиция. Где доминация слона. Мы видим, что все фигуры в подвиженном состоянии. Король черных также приоткрыт. И, в общем-то, следует уже добивание. Слон Ф3, Слон Ф6. И белый просто больше съедает. Поменялся. Взял на А8. Брать на А8 можно было. Но после хода КНД5 выясняется, что теряется ладья на А8. Ну, а после хода КБ7, белые просто остались лишней фигурой. Ну, и в дальнейшем достаточно быстро победили. Ну, такая занимательная партия. В том числе и теоретическая идея. Мне очень понравилась. Но, в частности, ходы как короля А1. Они, безусловно, нас, искушенных даже гурманов, безусловно, порадовали. И третья партия, которая случилась как раз-таки с Даней Дубов, который проиграл Карлсону неожиданно. Не то, что неожиданно, а, в общем, теперь экзаменовал как раз-таки Анишики. Ну, и, в общем, такая вот история. Испаночка. Берлинский Эмшпильд пытались пойти. Ну, и, в общем-то, ДЕ. Вот эта стандартная игра. Здесь много очень партий завершалось в ничью. Как я напомню, после хода ЕД, КНД4 возникали форсажи неоднократные. Ну, и вот Даня сыграл С3. Что-то более новое, более свежее. Слон Е7 пошел Ф4. И пошел слон Е3. Ну, что же, наверное, так играть можно. В принципе, ну, вот Аниш ответил самым разумным ходом Ф6. Ну, и возникла такая вот структурка. Структурка весьма занимательная. У черных есть проблемы с полем С5. У черных, с другой стороны, есть пару слонов. Здесь, в общем-то, игровая такая позиция. Может быть, эту пешку сразу двигать. Пешку С, а может быть, и не двигать. Вопрос такой тонкий. Ну, вот не решил Аниш двигать, пока пошел слон А6. Ну, на самом деле, этот слон на А6 всегда здесь стоит не очень удачно. И ладья Ф3. Может быть, еще и ладья Е1 также заслужил внимания. После ФЕ, ФЕ возникла такая вот позиция. Ферзь Д7. Конь Б3. То есть, белый занимает поле С5. И готовый перейти в разноцвет. Ладья Ф3. Ферзь Ф3. Ладья Ф8. Все поменяли. Все довольны. Ферзь Ж3. Ферзь Ф5. Ну, и в общем-то, что Ашты. Все ходы, которые мы видим, они, в принципе, легко находятся. Ферзь С2. Вот этот ход оказался вроде как и активным, но на самом деле проблемным именно для черных. Потому что стоило предпочесть Ферзь Д3. Связывая таким образом положение ферзя. То есть, слон на Е3 теперь оставался в некотором таком подвисшем состоянии. А ходом Ферзь С2, в общем-то, Гири дал возможность Дане сыграть слон С5. И вот после этого хода у черных уже нарисовался такой, в общем-то, немалоприятный стратегический жбанчик, как говорят в таких случаях. Ну что же, ничего лучше не придумал, как взять на Б3. Потому что перспектива Эйншпилля после хода С5 его не внушала в доверие. Но после разменов, после обмена от этих слонов, мы видим, что слон чернопольный у белых шикарный. То есть, он очень много работает. Плюс еще сильная пешка проходная. В то время как белопольный, в общем-то, не занимается абсолютно ничем. Ну и вот последующие ходы, в общем-то, они, по сути дела, предрекают уже тяжелейшие муки. Для черных после хода Ферзь С5 выясняется, что еще и проблемы с этим слоном возникли. Грозит просто мат. Ну а после х5 Даня отъел фигуру. Ну и в дальнейшем, в общем-то, здесь вечного шага не оказалось. Хоть и пешки вылили. Какие-то пешки давали определенные надежды. Но все было потом съедено. И, в общем-то, шансов, конечно, здесь никаких толком-то и не было. Вот такие замечательные партии второго дня. На мой взгляд, шикарнейший ход Короля-1. И ребята задают веселый тон. Надеюсь, что сегодня третий день. Как говорится, Бог любит троицу. Третий день принесет нам новую интересную пищу. И мы побалуем вас уже завтра очередным обзором. Следим за AirSync Masters. Болеем за наших. В общем-то, мы вам очень благодарны. За вашу благодарность. Поэтому не забываем поддержать наш канал. Поставить палец вверх. Ну и, в общем-то, до скорого. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok